Празднование Дня Победы прошло в каждом поселении Одинцовского района. И везде организаторы постарались привнести в торжество что-то особенное. Изюминкой праздника в Барвихинском сельском поселении стало прибытие символического поезда Победы. Настоящий паровоз, ровесник военного времени, вышел утром 9 мая с Белорусского вокзала. Сделав остановки в Раздорах, Жуковке и Барвихе, состав торжественно прибыл на станцию Усова. Здесь вместе с участниками праздничного митинга его встречал глава Одинцовского района Андрей Иванов. Здесь уже на конечной остановке мы его так же встречаем, как и 70 лет назад во всех уголках нашей страны. На таких поездах приезжали наши деды, прадеды, как для кого-то отцы, воины-победители. Приезжали с музыкой, с весельем, с радостью и, конечно же, со слезами на глазах. Все те герои, которые на своих плечах вынесли все тяготы и ужасы той страшной войны. Поезд Победы – это не только символ воинской славы и доблести. Сила русского оружия – это еще и дань памяти воинам-железнодорожникам, которые своими жизнями заплатили за то, чтобы мы могли мирно жить, растить детей, радоваться весне. В гитлеровском плане уничтожить железную дорогу – это был план номер один. Практически 44% бомбардировок были направлены на поезда и на железную дорогу. Поэтому воины-железнодорожники также на себе несли огромные лишения, тяготы и сделали огромную работу. Для железной дороги невозможно себе представить обеспечение армии. И возможно представить, как перебрасывать и эвакуировать людей. Только в первый полон полтора года через железную дорогу 25 миллионов человек смогли эвакуировать другие районы нашей страны. Боеприпасы, провинции и так далее, и так далее. У семьи Андрея Иванова собственная военная история. Центральное место, в которой занимают дед и бабушка, пережившие блокаду Ленинграда. В сельском поселении Успенское 70 лет со дня Великой Победы отметили с размахом. Утренние праздничные мероприятия на территории поселения прошли на пяти площадках. С утра жители собрались у военных мемориалов, расположенных в населенных пунктах Успенское, Горки-10, Иславское, Дунино и Уборы. Минута молчания, возложение цветов, панихида по усопшим воинам Великой Отечественной. Приветственное слово главы поселения. Идут годы, сменяются поколения, но значимость победы в Великой Отечественной войне, как событие мирового значения, только возрастает. В эти дни мы вспоминаем всех, кто прошел этот тяжелый и страшный путь. Мы вспоминаем тех, кто выстоял и отбросил фашистов от границ нашей Родины. Праздничные программы были подготовлены коллективами Домов культуры, а также Успенской школы и школы-посерка Горки-10. Трогательные танцевальные номера, патриотические песни и стихотворения в исполнении школьников вызывали чувство гордости за наше молодое поколение. Оно знает историю страны и искренне переживает события тех страшных лет. Не менее ярко отпраздновали 9 мая и в сельском поселении Назаревское. В праздничном концерте приняли участие как совсем юные артисты, так и профессиональные творческие коллективы. В концертную программу вошли песни фронтовых лет. Жители сельского поселения присоединились и к всероссийской акции «Бессмертный полк». Уважаемые жители сельского поселения Назаревское, дорогие гости, поздравляю вас с Днем Победы, с Днем Славы нашего народа, сокрушившего нацизм. Сегодня особая и священная дата в истории России. Минуло 70 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией, со дня окончания той страшной войны. Но никто не забыт и ничто не забыто. Каждое поселение достойно встретило День Победы. Праздничные программы получились очень насыщенными и яркими. Мила Тарасевич, Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.